Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и не так давно мы выложили у себя на канале ролик о том, как распространяется удар вдоль железнодорожного состава, в котором выяснили, что скорость этого распространения ограничена скоростью звука в металле. И в комментариях к этому ролику один из наших подписчиков написал, что тогда естественно взять и сделать предложение эту скорость распространения звука в металле, померить экспериментально, чем я сейчас и займусь. И вот после некоторых размышлений я придумал и построил следующую установку. Здесь у меня висит метровый алюминиевый стержень, я буду его отводить и соударять с массивным грузом. А с помощью электрической схемы я буду измерять время, в течение которого стержень при первом ударе соприкасался с грузом. Когда стержень отведен, цепь разомкнута. Когда стержень соприкасается с грузом, цепь замыкается. И теперь приложенное к цепи напряжение практически все падает на резисторе. Потом стержень отходит и напряжение на резисторе снова становится равным нулю. Вот мы будем смотреть время соприкосновения. Ну а теперь надо ответить на вопрос, как из этого времени соприкосновения извлечь скорость распространения звука в стержне. С этой целью я приготовил простую модель в программе Алгуду. Упругий стержень моделируется грузами, связанными пружинками. Передний груз ударяется о стенку, и вдоль стержня бежит звуковая волна сжатия, останавливающая грузы один за другим. Задний груз начинает двигаться в обратную сторону, и вдоль стержня бежит звуковая волна разрежения. Когда она достигает переднего груза, стержень отрывается от стенки. Звуковая волна прошла удвоенную длину стержня. Значит, скорость звука можно найти, разделив эту удвоенную длину на время контакта стержня со стенкой. А теперь давайте произведем испытание и посмотрим на график. Здесь четко видны начало и конец контакта, и время между ними составляет примерно 430 микросекунд. Чтобы убедиться в воспроизводимости результата, я повторил испытание еще 10 раз. Мы видим, что время контакта составляет 420 плюс-минус 10 микросекунд. Теперь вычислим скорость звука по нашей формуле. Длина стержня равна 1 метру, поэтому скорость звука в стержне, по нашим данным, получается равной 4750 плюс-минус 100 метров в секунду. И вот я еще раз выписал наш экспериментальный результат, а теперь хочется сравнить его с предсказаниями теории. А теория говорит, что для звука, распространяющегося в тонком стержне, его скорость вычисляется по простой формуле. Корень из Е на Ро, где Е это модуль Юнга, а Ро плотность материала. Модуль Юнга у разных алюминиевых сплавов разный. Какой конкретно у того сплава, из которого изготовлен наш стержень, мы не знаем. Поэтому мы взяли границы от самого маленького до самого большого. И тогда у нас теоретически предсказанная скорость лежит в пределах. 4920 метров в секунду, самая маленькая, 5-180, самая большая. Ну и видно, что 4920, это все равно заметно больше, чем то, что по максимуму предсказывает наша формула. А по-видимому, наш сплав не самый мягкий. Так что вот теоретически, если бы мы знали модуль Юнга, то число было бы, по-видимому, еще несколько больше. Ну и нам надо теперь объяснить это расхождение экспериментального и теоретического результата. Это не очень просто сделать, потому что мы задумываемся, и говорим, может у нас с методикой какая-то проблема. Может быть время прохождения звуковой волны туда и обратно не совпадает в точности со временем контакта стержня с той стенкой, о которой он ударяется. А может быть дело еще в чем-то другом. Ну и в этом месте так задумываешься, начинаешь перебирать разное, брать разные другие стержни и удивляться тем результатам, которые при этом получаются. И в какой-то момент нас с Алексеем посетило, можно сказать, что такое озарение, что мы пользуемся теорией для распространения звуковых волн в тонком стержне. Ну и вроде бы наш стержень, с которым мы экспериментируем, является тонким в том смысле, что его диаметр много меньше, чем его длина. Но ведь теория предполагает еще одно условие, а именно, предполагается, что длина звуковых волн, которые распространяются в стержне, тоже заметно больше, чем диаметр этого стержня. А ведь в нашем эксперименте все происходит не так. Стержень ударяется о стенку, здесь формируется короткий звуковой импульс, который потом и распространяется вдоль стержня. И, возможно, теория для звуковых волн в тонком стержне для этой ситуации уже оказывается не совсем применимой. Ну и мы тогда заглянули в Google Академию и обнаружили, что в 40-е годы 20 века этот вопрос активно обсуждался в ряде статей, где было показано, что для таких коротких импульсов, распространяющихся вдоль стержня, необходимо вводить поправки. Ну, вот с этой необходимостью поправок мы и столкнулись, как выясняется теперь, в своем эксперименте. Ну, а дальше мы задались вопросом, можем ли мы как-нибудь измерить скорость тех самых длинноволновых колебаний в стержне, о которых пишут в учебниках. Ну, и для этого возьмем стержень, просто его подвесим. Когда я по нему бью с одного конца, мы слышим и низкочастотные, и высокочастотные колебания. А чтобы заглушить высокочастотные колебания, здесь еще, наконец, приклею пластиночку. Ну, и теперь звук стал низким, и мы возьмем микрофон, запишем этот звук, и посмотрим на его спектр. Мы видим три ярко выраженных спектральных линии с кратными частотами 2550, 5100 и 7650 Гц. Самой низкой частоте соответствует собственное колебание, при котором на длине стержня укладывается половина звуковой волны. Стержень имеет длину 1 метр, длина волны для этого колебания равна 2 метрам, а скорость распространения таких звуковых колебаний составляет 5100 метров в секунду, что прекрасно соответствует теории для длинноволновых колебаний в тонких стержнях. И вот я думал, что сделаю этот ролик чуть ли не за полдня, а в результате мы вдвоем с Алексеем проработали над ним несколько дней, и в результате у нас появились разные вопросы, о которых мы, приступая к работе над этим роликом, не имели даже никакого понятия. Этим физика и прекрасна. А ваши соображения и вопросы по поводу того, что вы увидели в этом ролике, вы можете писать в комментариях на ютубе.